Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас рубрика Таро Прогноз на следующую неделю. Мы с вами смотрим период с 24 по 30 октября 2022 года. И взаимодействовать сегодня будем с Таро Хиртис, а также Оракулом Символом. Приступим, не будем откладывать. Напоминаю вам, что смотрим с вами и позитив, и негатив. Не для того, чтобы вас настроить на негатив, а для того, чтобы вы могли избежать неблагоприятных событий. Так, позитив, негатив, совет от карт. Что у вас здесь? Интересные арканы. Итак, как мы видим, у нас падает аркан Папа, он же Жрец. Семерка Жезлов и двойка Мечеев. Значит, здесь по этим картам идет отстаивание, борьба. У кого-то борьба не то, чтобы за место под солнцем, но отстаивать свои знания, либо возможность на получение этих знаний. То есть у кого-то это восстановление может быть в институте, у кого-то это пойти на курсы, для кого-то это, в принципе, может быть самообразование, углубиться в какие-то ниши. То есть здесь, знаете, как убирая любые противоречия, особенно если вы чувствуете, что у вас где-то в чем-то очень серьезные пробелы. Для кого-то это могут просто языковые курсы, но для вас это как никогда крайне важно, жизненно необходимо. Поэтому вы будете прикладывать максимум усилий. Еще эти карты часто указывают на ситуацию, когда вы будете пытаться добиться, допустим, от врача дополнительного обследования, то есть чтобы он не закрывал глаза на какие-то вещи, на происходящую ситуацию. Кто-то может из вас получать консультацию от нескольких специалистов, дабы сопоставить, так скажем, их показания, их вердикт, ну и возможно для себя в чем-то принять важные, значимые решения. Опять же, если вы тренер, коуч, оратор, преподаватель, то здесь отстаивать себя в нише, то есть активно бороться за свое наследие, за то, что вы несете в массы, за то, с чем вы делитесь своими учениками, подопечными. И у кого-то это может быть даже пробовать себя в новой ипостаси, что-то с чем-то, как знаете, соединить, несколько сфер, несколько видов деятельности. Но сами по себе арканы показывают на то, что неделя для вас будет плодотворной. У кого-то уж простите, если кто-то держит пост, или такая есть эмоциональная, душевная, духовная потребность, то это может быть, знаете, как неустанно молиться. Потому что да, здесь действительно по этим картам, это как вымолить, выпросить какую-то ситуацию высших сил для решения вашего вопроса. Есть ли карты? С вами будем смотреть с точки зрения личной жизни. И на текущем этапе вы у нас свободны. Какова у вас здесь ситуация? Ну, как мы видим, простите, по рыцарю Пентакли, здесь ситуация для вас неизменна. Почему? По какой причине? Потому что вы закрываетесь. Вы хотите человека, который соответствует вам по духовному росту. Знакомых здесь будет достаточно, а вот тех, кто соответствует вашим идеалам, пока таковых я здесь не вижу. Если вы в любовных треугольниках, то по рыцарю ЧАЖ это активная задача, активное желание добиться официальных отношений. У кого-то создание второй семьи, ну, то есть, допустим, второй брак, я имею в виду, да, с первого брака вышли и вошли во вторые официальные отношения. То есть здесь прикладывать максимум усилий. Опять же, по рыцарю ЧАЖ это как договариваться, идти на компромисс, приводить какие-то аргументы, альтернативу, но чтобы плавно прийти к той цели, которую вы себе поставили. И если вы у нас в стабильных отношениях, союзах и связях, как мы видим здесь по королеве мечей, доверяй на проверяй. Посмотрите, как у нее один глаз прикрыт, вторым наблюдаем. А третий глаз, зрящее око, да, видит все. То есть здесь по этим картам, как вам правильно сказать, тут нет попытки закрывать глаза на поведение или поступки вашего партнера или партнерши, но жрец и семерка Жезлов говорят о том, что вы будете отстаивать какое-то видение на развитие ваших отношений, модель в вашем союзе. У кого-то это настаивать, ну, если вы еще не расписаны, но просто долго живете, да, в гражданском браке, на официальной росписи, у кого-то на венчании, а у кого-то просто вы будете толкать активно всячески партнера или партнершу развиваться духовно. Но опять же будет всплывать ряд факторов, которые партнер или партнерша от вас скрывали, которые вы будете, знаете, чувствовать пятой точкой, незримо. Ну и, как следствие, будет идти прояснение взаимоотношений, потому что королева мечей-то всегда резко, колко, в чем-то жестко, но, тем не менее, знаете, как я говорю, справедливо, необходимо. Если карты смотреть с точки зрения работы и заработка, то по этим арканам это попытки жрец образования, то есть вы можете здесь как делиться опытом, навыками и за счет этого зарабатывать, либо будете вкладываться в новое обучение, в новые процессы, чтобы впоследствии это монетизировать. И если же вы у нас в качестве наемного, простите, не наемного сотрудника, а соискателя, то это добиться, добиться признания, добиться трудоустройства. Тут вопрос эстажировки. А вот если вы у нас наемный сотрудник, то по этим арканам вас даже здесь вот колесница. Это перспективы и повышение карьерного роста, помимо всего прочего, командировки с целью обучения, повышения ваших навыков и квалификаций. У кого-то это может быть переезд в другой регион, допустим, для расширения вашего предприятия, работа в новых филиалах и так далее. Здесь для вас действительно прекрасные перспективы. А вот если у вас вы собственный бизнес, король мечей, это стратегия. Это провести анализ, что вы делали не так. Вы это можете делать самостоятельно, кто-то может приглашать аналитика, кризис-менеджера, то есть у каждого по-разному. Но здесь попытки выявить ваши пробелы, то есть что вы делали не так, чему не соответствовали. Желание это устранить и активно развиваться, чтобы добиться тех целей и результатов, к которым вы шли. С точки зрения состояния здоровья, обращайте, пожалуйста, внимание на глаза, а также на уши, потому что здесь, знаете, могут быть более легкие воспалительные процессы. То есть, знаете, как я говорю, не застудите. Опять же, если глаза, то есть внимательно следим за тем, чтобы ничего постороннего не попадало в глаза, не вызывало у вас воспалительных процессов. Что у нас в негативе? Любовник, башня. Ох, ох, ох. И здесь у нас еще король чаш. Сейчас я хочу для себя кое-что прояснить. Секунду. Так, если что, чтобы вы там не знаете, как забегая наперед, не писали мне комментарии, боже, какой ужас, я сама телец. Эти карты аналогичны для меня. Ладно. Значит, по этим арканам. У кого-то в прямом слове искать жилье, потому что может быть потеря жилья. Ну, например, если вы арендуете квартиру, арендатор может с вами расторгнуть договоры, вам в экстренном порядке нужно будет искать новое жилье. Либо, допустим, если у вас свой собственный бизнес и есть коммерческая недвижимость, которую вы арендуете, то это может идти разрыв соглашений. Соответственно, отмена одного договора и поиск для себя альтернативы. Дальше. Называю как есть, ребят. Влюбленные либо карта любовника это выбор. Выбор, который раздирает душу. В прямом смысле слова повреждения жилья либо потери жилья. У каждого это может быть по разным причинам. Но, видите, луна. Луна это эмоциональные переживания. Это не то, что здесь нестабильная психика. Это, во-первых, у нас луна, ведь тоже карта родины. И, как следствие, для себя это собраться с мыслями, опираться на свою интуицию и двигаться дальше. То есть, что бы ни случилось, что бы ни стряслось. Еще, поскольку у нас карта влюбленные, простите, любовник влюбленные, но она в классике звучит, у кого-то будет окончательный разрыв взаимоотношений с кем-то. Навсегда. Вот просто, знаете, человек, которого вы напрочь вычеркнете из своей жизни по причине лжи, фальши, неискренности. Это не обязательно может быть вторая половина. Это может быть друг, знакомый, либо человек, с которым вы там длительный период общались, взаимодействовали. Ситуация остается таковой. И еще, если здесь намечались сделки на куплю-продажу недвижимости, то они будут сорваны по причине того, что вы выявите какие-то моменты, которые вас озочаруют, либо предостерегут от этого неверного выбора. Совет. Ну, что на совет? На совет у нас тоже такая себе ситуация. Девятка мечей. Мы знаем, что это у нас карта переживаний, страхов, бессонницы, внутреннего стресса. Я не могу сказать, что, знаете, как забить на все это, от этого отойти. Вряд ли у вас это получится. События последних дней, я думаю, во многих странах мира оставляют желать лучшего. Если стресс все-таки есть, это, знаете, как прожить, перебороть. Принять это как данность. Не всегда нужно, знаете, полностью циклиться на позитиве, потому что это также влияет на ваше психологическое здоровье. Иногда нужно прожить, прочувствовать какую-то эмоциональную травму. И, скажем так, знаете, чтобы вас это не терзало изнутри. И идти дальше. Но вместе с тем, девятка мечей, она указывает вам на ситуацию, знаете, по принципу, не так страшен черт, как его молют. То есть, это страхи необоснованные. Что бы у вас не произошло или не случилось, допустим, не состоялась сделка о покупке недвижимости или там с кем-то вы разругались и человек ушел в небытие, да, вы с ним больше не общаетесь, не контактируете. Значит, так нужно. Вы помните, что мы с вами вступаем в коридор затмений с 25 октября по 9 ноября, а у вас он как раз затмение 25 октября проходит по седьмому дому, еще по дому партнерства, поэтому такова ситуация вполне может быть. Смотрим с вами неожиданность этих 7 дней. Тельцы. Тельцов и скорпионов, вы же знаете, вас будет колбасить больше всех. Ваша ось. Ох, какой у вас падает интересный аркан. Вот оно фактически вторит аркану папа, который у вас вышел до этого. Потому что вам вышел аркан материи дух. Вот, соответствует тельцу и стрельцу. если смотреть с точки зрения знака зодиака. Это вопрос новых знаний. Обретение духовной пищи, духовного роста. И осознание, что в рамках этой недели придется чем-то пожертвовать. Чем? Ну, как вы видите отношения, либо у кого-то сорванные сделки. Это уже другой вопрос, но факт остается фактом. Это, знаете, вселенная отнимает что-то, чтобы дать вам больше, вас толкнуть на развитие, на перемены, на новое мировоззрение. По этой карте идет ситуация, что в этой жизни за все нужно платить, даже за знания. И вот, чтобы полученное имело для вас какую-то ценность, вы что-то должны отдать взамен. То есть, в плане рекомендаций, это еще плата за совет, за мудрость, за знания, это пожертвование на какие-то благие дела, если вам что-то дали свыше, либо ситуация какая-то решилась. Ну, а в основном, это, знаете, банально, это плата за духовные знания материальными ценностями. То есть, купили вы там какой-то курс или вы пошли в институт и так далее. То есть, это плата за обучение, но вы понимаете, за что вы платите, какие блага вам это принесет. И процесс этот будет связан у вас с обретением знаний, навыков, духовных достижений. Ну, как следствие, вы получите результат соразмерный в вашем вложенном усилие. Единственное здесь предостережение, знаете, как не впадать в фанатизм, особенно, если, допустим, вы изучаете какую-то новую религию, чтобы, знаете, как не попасть в сектанство. Потому что вы должны осознавать, что войти в храм либо в какую-то структуру, это не значит стать ближе к Богу либо к какому-то высшему Я, в которое вы верите. Поэтому здесь, знаете, как изучайте, думайте, сопоставляйте, сравнивайте, жертвуйте материальным ради духовного, но и опять же в изучении каких-то новых религий будьте более приземленными. Иначе, знаете, может вас сильно унести, но в том плане, что, знаете, как слепо верить какой-то идее и потом стать рабом какой-то системы. Поэтому с этим тоже очень осторожно. Ой, ну у вас неделя обнять и плакать. Извините, говорю как есть. В любом случае, вы знаете, что я для вас все буду перекрывать позитивом. Поэтому пусть эта карта любовник, карта правильного выбора, а также аркан поддержки и высших сил помогут вам прожить этот период легко, без заминки и без каких-либо серьезных катаклизмов. Ну, от вас традиционно жду обратную связь, как отыграется эта информация. Вас благодарю за внимание, за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь и до новых встреч!